Александр Геннадьевич, можете сейчас прокомментировать, вот просто первый комментарий, что здесь произошло? Ну первое, на 13.20 было официально объявлено всем журналистам о том, что по адресу Майдан Свободы 8 на третьем этаже состоится брифинг защитника Тимошенко-Власника. О том, что он здесь должен был быть, свидетельствует, хотя бы наличие более десятка журналистов разных СМИ. Это уже говорит о том, что в данном случае мои комментарии являются не домыслами, а фанта. И анонс на информационном агентстве статус-кво был размещен. Ну, не скажу, было ли нет, то есть о том, что должен был быть брифинг в присутствии журналистов более, которые четко об этом оводили. Второе, сам господин Власенко зашел, после 40 или 45-минутного ожидания четко сказал, что брифинг по техническим причинам состоится в 16.30. Опять же, это было не мое утверждение, а это было утверждение Власенко. А теперь потому, что здесь произошло, мое ведение в данном случае этого, это является действительно нарушение равенства, нарушение прав журналистов, действительно отсутствие свобода даже, не то, как это сказать, не отсутствие наличия уважения к свободе и правам человека, а знаете, какое-то избирательное наличие к этим правам и свободам. Вот и все. Сами говорят, что это партийный офис, документов нет. Ну, не я же утверждаю об этом. Не я. Соответственно, не я и должен доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются. О том, что здесь должно было быть, свидетельствует хотя бы документ, который сначала говорили вроде бы охранник, а потом не охранник. Вот кого-то уже отпускают. А теперь слушайте дальше. Когда мы сюда начали подниматься, начали не пропускать ни меня, а начали, как я понял, это были известия. Оператор Харьковских известий. Он посмотрел, человек, который стоял здесь на двери, говорил, в данном случае мы вас не пускаем, вас не тушим. То есть это оператор Харьковских известий, так было сказано. А потом последовало, когда я уже подошел, началось следующее. Подождите, кто вы? Почему вы не пускаете? Почему вы вас препятствуете? Вот что имело ввести. Александр Геннадьевич, еще вопрос. Я там слышал, сейчас, минуточку. Да, сейчас, еще вопрос. Александр Геннадьевич, еще вопрос. Я там слышал, что не утверждали, что вы напали на охранника, вырвали у него из рук лист. Как это происходило? Что вы понимали. Я не знаю, это заснято на одной камере. Я подошел, кто вы, скажите мне, пожалуйста, листик он держал в руках. То есть выхватить, соответственно, я взял. И спросил. Вы взяли у него из рук? Взял из рук. Не выхватил. Не вырывал, нет. А вот потом уже на Д, как его? Юлия Герман. Да, да, да. Уже начал он меня вырывать, почему он порвался. Почему он порвался? Да. Я спросил, что это такое? Почему у нас избирательно пропускают? Кто вы такой? Сначала было утверждение, что это был охранник, потом он не охранник. А потом уже оказалось, что брифный, а не будет. И властинка непонятно почему от имени их назначать в их помещении брифинг. Ну то есть тут уже звучало неоднократно, что это не пресс-центр, что это не брифинг, что это партийный офис Батьевщины. Тут сидят члены партии. Да. Понятно. Поэтому мое предложение сейчас действительно вызвать работников милиции. Ну звоните. Так может отсюда? Это вышел властинка? Нет, который на углу стекляшка. Саш, время скажите с куто-нибудь. Ну не стекляшка, вы поняли, а вот это за углом стекляшка. Время скажите, ребят. Да, в 17.35. В 17.35 из офиса вышел Сергей Власенко. В 17.35 из офиса вышел Сергей Власенко. Называется Майдан Свободы. Власенко не уехал еще? Уехал уже. Все, Сергей Владимирович уехал. Подожди, у Белокудры спросить. Сегодня в Харьковском областном театре опера и балета Хатопе состоялось торжественное собрание партии регионов, посвященное окончанию выборов и победе на них партии регионов. После этого концерт Миладзе, не знаю, закончился или нет, вместо того же присутствовать на концерте. Я присутствовал на несостоявшемся брифинге Власенко. Так, Александр Коряка и журналисты написали заявление. Это партия регионов гуляет, а Батьковщина отдыхает. Звучит музыка. Слушай, ну почему у регионов, блядь, нормальные, сука, блядь, политологи, блядь, а у них хуйня, блядь? Река пишет заяву под салютов. Вот такой Майдан свободы, без свободы слова.